МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Так приятно начинать с хороших новостей. Россия выиграла право проводить чемпионат мира WorldSkills, что переводится как мировые навыки, в 2019 году в Казани, обойдя с большим отрывом Бельгию и Францию. Эти соревнования, по сути, олимпиада по профессиональному мастерству. Нам, конечно, до Казани далеко, но в делегации были наши люди. Да и в целом можно только порадоваться за себя и за соседей. В студии вечернего вестника Юлия Коломогорова. И вот о каких событиях еще расскажем сегодня и прямо сейчас. Увезли, но обещали вернуть. Эвакуация машин теперь по новым правилам. Цена цене рознь. Как и кто формирует стоимость товаров и услуг. Один для всех. Для уплаты имущественного налога определили единый срок. Дача – это, конечно, не концертный зал, но если душа просит... Квартирный вопрос я бы отнесла к разряду вечных. Как, например, о смысле жизни. Но активно искать ответ на него начали, кажется, совсем недавно. В точные годы, когда и возможности бюджета были больше, людей почему-то переселяли во вторичный фонд или малоэтажные дома. Но вот уже три года, как краевые власти, приобретают квартиры для тех, кто живет в аварийном жилье в новых многоэтажках. В прошлом году практическое воплощение проекта губернатора «Время строить» на себе ощутили около трех тысяч человек. В этом году планку планируют поднять до трех с половиной тысяч новоселов. Вода из колонки, отопление с перебоями. И так на протяжении 30 лет, рассказывает Гульсина Матвеева, жительница аварийного дома по улице Кирова, 31, в городе Александровск. Через неделю женщина вместе со своей семьей переезжает в новую трехкомнатную квартиру в доме по соседству. Теперь жилищные проблемы позади. Впереди лишь приятные хлопоты. Вот здесь я буду жить своим мужем. Вторая комната – сын у меня. Ему 19 лет, а здесь все условия будут. Даже, наверное, знаете, первый день, если мы здесь проживем, это будем как в сказке. А радоваться действительно есть чему. Вместо 13 аварийных жилых помещений общей площадью 525 квадратных метров подрядчик выстроил трехэтажный дом с улучшенной планировкой. Все квартиры проектировались по индивидуальному плану в зависимости от размера старого жилья. От 20 до 60 квадратных метров под ключ. Новые квартиры в городе Александровске уже готовы к заселению. Здесь есть все удобства. Это кухня, горячая вода, а также санузел и электричество. В общем, заселяйся, хоть сегодня и живи. Строительство дома для 47 переселенцев началось год назад. По программе губернатора Виктора Басаргина «Время строить» и закончилось раньше срока. Вот этой же программе региональной строится второй дом. И уже первые шаги к этому сделаны. Уже земельный участок отведен, уже и строительные материалы завозятся. Совершить традицию запустить кошек в новые дома смогли и в других городах Прикамья. Так, на прошлой неделе в Бершете 79 жителей пяти аварийных домов также заселились в новый трехэтажный дом по улице «Школьная-2». В рамках губернаторского проекта на строительство дома было выделено 48 миллионов рублей. Сегодня для нас праздник. Мы въехали в новые квартиры. Мы надеемся здесь, проживем долго и счастливо. Программа рассчитана до 1 сентября 2017 года. В ее рамках будет переселено свыше 13 тысяч человек. Порядка 177 тысяч квадратных аварийного жилья будет ликвидировано. Объем финансирования по программе составляет чуть больше 6 миллиардов рублей. Но и за этот год уже есть определенные результаты. За первое полугодие в крае расселили 1035 человек. До конца года обеспечить крыши над головой еще планируется 2500. Все знают, что есть нехорошие места, от которых стоит держаться подальше. Как булгаковская нехорошая квартира. И таких мест в Перми станет больше. С нынешних 150 их число может вырасти до 1000. Это те, где припарковался, ушел по делам, а по возвращении своего автомобиля можно и не обнаружить. Законопослушным автовладельцам, впрочем, бояться не стоит. Это, так сказать, компромиссная поправка, которая должна защитить права автомобилиста. На сегодняшний день в Перми установлено более 150 соответствующих знаков. Но, как сообщают в Пермской дирекции дорожного движения, это только начало. При необходимости счет может дойти до 1000. Теперь, когда водитель предупрежден в центре города, автоэвакуаторщики проводят зачистку. Всего за несколько минут на наших глазах на пешеходной улице были ликвидированы три автомобиля. Здесь знаки с изображением эвакуатора на каждом шагу. Так что все по-честному. Эвакуация производится в тех местах, где это транспортное средство нарушает требования знака, либо создает помеху для других участников дорожного движения. Ежедневно сотрудниками госавтоинспекции эвакуируется от 30 до 50 единиц автотранспорта. Знак с знаком, но личный транспорт в обязательном порядке вывозят, если он припаркован на тротуаре, на остановке или во втором ряду. Всего пять минут, ровно столько времени есть у невнимательного водителя, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Вот еще одно уточнение. Процесс прекращается, если владелец автомобиля пришел до начала движения. Если эвакуатор тронулся с места, бежать бесполезно. В следующий раз свою машину вы увидите на штрафстоянке, только после оплаты соответствующих услуг. Правда, бывают и курьезные случаи. Вблизи жилого комплекса «Полет» знаки, запрещающие стоянку, появились неожиданно, ночью. А вместе с ними под покровом темноты и автоэвакуаторы. К утру машин уже не было, рассказывает Николай. Он и его соседи не стали мириться. Штраф удалось оспорить, а вот деньги за автоэвакуатор так никто и не вернул. Мои вины не было в этом. Стационарных знаков никогда не было на этом переулке. И поставили их, скажем так, не предупредили жильцов дома о том, что эти знаки будут стоять. Это были временные знаки для того, чтобы очистить двор от снега. Подобная ситуация, как выяснилось, далеко не единичный случай. Теперь о новом знаке обязаны предупреждать не позднее, чем за 20 дней до его установки. Еще одно нововведение – вырос штраф для тех, кто занимает парковочные места, предназначенные для машин-инвалидов. На сегодняшний день сумма составляет 5000 рублей. Если приплюсовать стоимость работы эвакуатора, невнимательного автомобилиста ждут весьма весомые потери для кошелька. По итогам первой половины 2015 года в бюджет Пермского края поступило на 2,5 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в налоговой инспекции. Сумма налогов составила 37 миллиардов рублей. При этом в ведомстве обращают внимание на то, что в налоговом законодательстве произошли изменения, которые касаются рядовых граждан. Если раньше срок уплаты имущественных налогов устанавливался властями в каждом регионе самостоятельно, то теперь этот день будет единым для всей страны. У нас налоговые инспекции уже завершили исчисление по имущественным налогам. То есть налогоплательщики уже видят в своих почтовых ящиках уведомления на уплату имущественных налогов. Причем уведомления у нас тоже единые. То есть в этом уведомлении у нас включены все налоги. Все три налога. Напомню еще раз, это налог на имущество, земельный налог, транспортный налог, которые необходимо уплатить до 1 октября. Единый срок уплаты имущественных налогов будет удобен в первую очередь налогоплательщикам, чья собственность зарегистрирована в разных регионах. Имущественные налоги физических лиц являются местными. Все суммы поступают в бюджеты муниципальных образований. Наряду с НДФЛ это значимые источники пополнения для дефицитной казны городов и районов. Транспортный налог уходит в краевой бюджет. Появились изменения и в информационном наполнении. Единый федеральный номер контакт-центра, этот единый телефон у нас действует по всей России. То есть вся информация, которую вы хотите получить, справочная информация по имущественным налогам, можно задать по этому телефону. Телефон у нас бесплатный, информирует у нас жителей абсолютно всей России. Если вы житель Пермского края, по этому поводу можно не переживать. В любом случае информация будет получена. Если вы должны, но еще не получили уведомления, необходимо обратиться к налоговикам. Спланировать свой визит можно как в рабочие дни, так и в субботу. Чтобы избежать ожидания в очереди, можно выбрать время с помощью удобного сервиса на сайте ФНС в России налог.ру. Онлайн-запись на прием в инспекцию. Андрей Вылежнев, Георгий Тимофеев, телекомпания «Ветта». Однажды парижанка, прогуливаясь по городу, с удивлением обнаружила Пабло Пикассо, рисовавшего за столиком уличного кафе. Дама решила рискнуть и попросила художника нарисовать ее портрет. Тот согласился. Всего за несколько минут набросок был готов. «Сколько я вам должна?» – спросила женщина. «Пять тысяч франков», – ответил Пикассо. «Но вам потребовалось для этого всего несколько минут», – вежливо напомнила она художнику. «Нет», – возразил Пикассо, – «для этого потребовалась вся моя жизнь». Настя Петухова решила разобраться в вопросах современного ценообразования. Ох уж это ценообразование. Вот свежая фотография только что из магазина. Продавцы сделали скидку на мандарины. Внимание, на пять копеек. Ну как здесь не улыбнуться? А самое главное, чем руководствовались специалисты супермаркета? Кажется, что порой цены на товары складываются под влиянием самых разных причин, как то настроение сотрудников торговли, фантазии или, может быть, даже погоды. Желтый цвет стал символом скидок. На яркие ценники, отличные от остальных, многие покупатели реагируют уже машинально, не глядя, пополняют таким товаром корзину. Но если почитать внимательно, то, оказывается, цены-то смешные. Как будто кто-то пошутил. Молодой сыр стоил 259 рублей, а со скидкой он стал на 30 рублей дороже. Вот так доверие к продавцам и теряется. Кажется, магазины берут цены с потолка. Иногда бывает поступает заявление от жителей города Перми, которые не согласны с тем, что в разных магазинах на один и тот же товар разные цены. Это совершенно нормальная ситуация, потому что поставщики этих товаров могут быть разные, затраты у сетей могут быть разные, поэтому и цены, естественно, тоже разные. Но тут уже воля потребителя выбирать ту цену, которая его устроит. Пермики стали меньше тратить. По официальным данным, к середине 2015 года товарооборот розничной торговли в Прикаме снизился на 10% по сравнению с предыдущим периодом прошлого года. Покупатели все чаще приходят в магазин, как в музей, посмотрят на товар и уходят с пустыми руками. Продавцы стараются держать цены на уровне. И те, и другие остаются при своем. Но это пока. Снижение спроса сегодня особенно опасно для российской экономики, говорят эксперты. Поведение населения, поведение потребителя – это очень сложный с точки зрения регулирования процесс. И поэтому здесь необходимо… Вот единственные сейчас меры, которые могут здесь быть предприняты, они превентивны. То есть нельзя допустить вот этого лавинообразного процесса. Необходимо стимулировать спрос, по крайней мере, его поддерживать на том уровне, на котором он сейчас находится. Сегодня цены надо объяснять, потому что население задает все больше вопросов. Вот и руководитель федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев не так давно заявил, что 60% стоимости бензина – это налоги, которые пополняют бюджет. Если бы не они, цена за литр 95-го остановилась бы на отметке 22 рубля. Налоги и необходимость покрыть издержки – вот что в первую очередь влияет на формирование цены. Продавец снес издержки так называемого обращения, то есть то, что связано с движением товара от производителя до магазина. Здесь достаточно большие расходы он понес, этот продавец, чтобы обеспечить транспортировку товара, упаковать его, может быть, как-то. Ну и, конечно, прибыль тоже интересует торговые сети, иначе их деятельность будет лишена смысла. Как тратить с умом, кто обращает внимание на скидки, и что думают о снижении спроса сами продавцы. Мы обязательно расскажем об этом в следующих сюжетах, а в конце недели подведем итог и ответим на главный вопрос. Может ли сегодня быть гарантия низких цен, или это только маркетинговый ход? Анастасия Петухова, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта». Дурной пример, говорят, заразителен. Но так ведь и хороший тоже. Детям нужны правильные кумиры, те, которые хорошему научат. Как, например, легендарный египетский дрессировщик Хамада Кута. Нет, научит он не тому, как голову в пасть льву засовывать, а будет примером стойкости, верности, убеждениям и, в конце концов, ответственности. В Пермском цирке необычное представление, вернее, это открытая репетиция. С секретами профессии, с воспитанниками детских домов делится артист национального цирка Египта Хамада Кута. Хамада – представитель легендарной династии дрессировщиков, которая насчитывает уже 167 лет. Благотворительное мини-представление – это добрая традиция в гастрольной практике. Луис, Оспа, Спартак и Лесси четко выполняют уникальные трюки. Этот называется «Солнце». По словам Хамады, он самый опасный, потому что на сцене одновременно находится большое количество хищников. Вот как этот, например, выглядит в цирковом представлении. Дикие кошки выглядят совсем как ручные, но это впечатление обманчиво. За 22 года цирковой практики Хамада не раз подвергался нападению хищников. Все они закончились более-менее благополучно. Но на память о каждом инциденте остались шрамы. Запоминаешь ли ты это в голову? Нет. Здесь. Но я сделал три операции в лицо, потому что у меня здесь пластина стоит в голову. И, конечно, шрамы маленькие, которые в руки. А если у меня большой шрам, это бат-татровка. Я сделал татровку, специально закрыть шрам, потому что у меня костюм открыт. Нубийские львы, с которыми работает заслуженный артист, занесены в Красную книгу. По всему миру их осталось около 400. Хамада Куты отмечает, к львам нужен особый подход. Только безграничная любовь к животным дрессировщику помогает так ловко справляться с хищниками. Жестокость здесь неуместна. Они работают, по большому счету, день и ночь, и без всяких выходных. Это вообще поражает. То есть это по-настоящему, конечно, нужна любовь, чтобы вот так отдаваться вот этому делу. Хамад уже четыре года живет в России. За это время он не только успел полюбить страну, но и обзавестись своим кумиром. Артист признается стойкости и выдержки, учится у президента Российской Федерации Владимира Кутина. Сам Хамада Кута сегодня тоже, возможно, станет кумиром кого-то из этих ребят, которые, затаив дыхание, следят за каждым движением дрессировщика и его подопечных. Напомню, шоу «Национальный цирк Египта» своими глазами можно увидеть до 23 августа. Елена Пономарева, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». В жизни многих случались поворотные моменты, когда понимаешь, что так, как прежде, уже не будет никогда. В семье наших героев отправной точкой новой жизни стала покупка дачи. Их теперешняя жизнь – совсем другая история. Дачная история. Сегодня мы в очередной раз оказались на даче. Загородная жизнь наших героев вдохновила на творческие подвиги. Так хозяйка дачи стала писать здесь картины, а ее муж любит устраивать концерты. В самом хорошем смысле этого слова. Три года назад для супругов Путиловых мир, можно сказать, открылся заново. Купили они дачу и зажили другой жизнью. Ольга и Игорь не только стали, что называется, ближе к земле. Здесь все ясно. Огурцами и помидорами, как и любые другие рядовые дачники, они себя обеспечили. Нет. Муж и жена, можно сказать, оторвались от земли. Хозяин дачи – нет-нет, да и возьмет в руки баян, чтобы порадовать все семейство душевнейшей игрой. Вечером на даче за самоваром такие вот посиделки – любимое времяпрепровождение. Родственники ждут, не дождутся. Когда же Путиловы закончат полевые работы и приступят к концертной части дачной жизни. Потому что им нравится полюбоваться нашими цветами. Мы можем посидеть, сделать шашлыки, попить чаю. Ну и, конечно, поем песни, потому что у нас есть баянист, а в деревне – это самое то, баян. Ольга же совершенно неожиданно и для себя, и для всех окружающих открыла в себе художественный талант. Никогда до загородной жизни живописью она не увлекалась. И в особых пристрастиях к рисованию замечено не было. А тут как подменили. Свежий воздух, небо над головой, море цветов подстегнули ее к творческим поискам. В живописи она себя и нашла. Да и вообще, дачная жизнь открыла в нашей героине многие грани характера. Мы, оказывается, можем быть более уравновешенными. Уметь любоваться природой, останавливать взгляд на чем-то и подолгу рассматривать. Я это раньше за собой не замечала. Я никогда не рассматривала цветы вблизи. Все было бегом, все в спешку. А теперь есть время оглянуться вокруг себя и радоваться этому. В общем, можно смело сказать, загородная жизнь делала наших героев счастливее. Когда близость природы открывает в тебе лучшие душевные качества и творческие способности, уже только ради этого дачу стоит заводить. Полина Рифа, Андрей Соловьев, телекомпания «Ветта». В жизни важен повод для вдохновения, а потому тем более оставайтесь с нами. С нами хорошо и интересно в любую погоду. После вечернего вестника на Вете всегда актуальные вопросы – дорожный и денежный. Так что оставайтесь. С вами Юлия Калмогорова. Прощаюсь ненадолго. Следующий выпуск в 21 час. До встречи. Завтра днем в Перми плюс 20, плюс 21 градус. Переменная облачность преимущественно без осадков. Атмосферное давление в норме. Ветер северо-западный. 2-3 метра в секунду.